Теперь смотри, надо чуть-чуть привстать, да, ногу назад. Теперь вот этой ногой себя толкаешь вперёд, а вот эту ногу надо тебе под себя просто поставить и чуть-чуть проехать. Круглые камни, похожие на чайники, скользят по льду, которые тщательно натирают щётками, похожими на швабру. Так для неискушённого зрителя выглядит кёрлинг. Но для профессионалов и любителей это олимпийский вид спорта со строгими правилами. Участники передвигают тяжёлый снаряд по ледяной площадке, на которой размечены дома, то есть мишени. Попал в центр – очко. Министр спорта Ульяновской области открыл счёт – 1-0 в пользу города на Волге. Мы готовы? За использование тактических комбинаций кёрлинг прозвали «шахматами на льду». Некоторые именуют этот вид спорта игрой в ревущие камни. Финальный успех зависит не только от мастерства игроков, но и от того, насколько слаженно будет действовать вся команда. К слову, в неё сегодня вошли дети самых разных возрастов. У тебя вообще радость на душе. Когда ты прям в синюю или в красную хотя бы попал. Когда вот так вот делают, щёточки, типа прикольно. Ну и само скольжение такое плавное. Такое прям интригует, так сказать. Интригующий кёрлинг с каждым годом приобретает всё больше поклонников. Изначально в него играли на открытых прудах зимой. Теперь же на подготовленных площадках обычный лёд не подойдёт. Учитывается каждая деталь, вплоть до его температуры. Она должна быть минус 5 градусов. Относительно мировых федераций наша очень молодая, очень юная. Но, тем не менее, много медалей, чемпионатов мира у нас уже есть в копилке. Поэтому кёрлинг развивается быстро. И вот чем больше таких новых регионов будет в составе участников, тем лучше. Мастер-класс от столичных чемпионов прошёл гладко. Это стало первой ступенью к развитию кёрлинга в Ульяновской области. Кёрлинг будем развивать на базе Волгу Спорт-Арена. Тренеры нам предоставляют Федерацию кёрлинга России. Обучение будущих теннинских кадров у нас планируется в техникуме Олимпийского резерва. Поэтому цикл замкнут. И я думаю, что эта Олимпия спецспорта, в принципе, доступна и всем, будет развиваться успешно и динамично на территории нашего региона. Детали разберут на профильном совещании до конца этого года. И уже в январе 2023-го начнутся тренировки. Александра Никитина и Артём Куранов. Улправда.ТВ.